Продолжение следует... Вы знаете, что мы уже в течение достаточно длительного периода применяем как стандарт лечения больных метастатическим гормоночувствительным раком предстоятельной железы именно комбинированные варианты лекарственной терапии, двойные комбинации, андрогенная депривация с доцитокселом, антиандрогенами нового поколения, энзоутамидом и аполутамидом. К нам пришла в нашу клиническую практику тройная комбинация и действительно очень много привлекательных сторон, потому что мы у этого варианта лечения, потому что мы, назначая и цитостатик, и антиандроген нового поколения дароутамид, можем способствовать лучшему теоретическому ответу со стороны опухолевого процесса, перекрывая различные патогенетические пути, по которым рак предстоятельной железы может прогрессировать. И поэтому, мне кажется, сегодня будет интересный обмен информацией, обмен мнениями по тому, как нам имплементировать данные исследований по этой тройной комбинации в нашу с вами клиническую практику. Ну и разрешите вам представить, хотя, конечно, в представлениях мои коллеги не нуждаются, но, тем не менее, жду представить профессора, члена-корреспондента Российской Академии Наук Силы Борисовича Матвеева, заместитель директора онкологии имени Блохина. Всеволод Борисович, добрый день. Добрый день, Борис Сергеевич, добрый день, коллеги. И ведущего научного сотрудника Института имени Герцена, администратор медицинских наук Алексея Сергеевича Калпинского. Добрый день, Алексей Сергеевич. Добрый день, Всеволод Борисович, добрый день, Борис Якович, коллеги. Давайте начнем наше обсуждение и разрешите предоставить слово Всеволоду Борисовичу Матвееву. В чем особенность пациентов с метастатическим гормоночувствительным раком предстоятельной железы и в чем особенность синергизма новой тройной комбинации? Всеволод Борисович, пожалуйста. Начну я очень коротко, скажу два слова о структуре заболеваемости, о том, насколько важен рак предстоятельной железы. Мы всегда с этого начинаем. И мы знаем, что рак предстоятельной железы, хотя и составляет 3,5% в структуре заболеваемости злокачественного образования мужского населения, но по темпам роста, по социальной значимости, по количеству мужчин, которые заболевают этим заболеванием ежегодно, рак предстоятельной железы является проблемой номер один, наверное, в экологических заболеваниях, поэтому, естественно, к нему приковано очень пристальное внимание. К сожалению, в Российской Федерации до сих пор около 20% больных, ну, может быть, чуть меньше, уже на момент установки диагноза рак предстоятельной железы имеют отдаленные метастазы, и приблизительно у 20% имеется местно распространенный рак предстоятельной железы, который также может потом перейти в метастатическую форму, по крайней мере, у половины пациентов, поэтому до 30, наверное, процентов больных – это пациенты потенциально с метастатическим раком предстоятельной железы, что в абсолютных числах приближается к 8 тысячам пациентов в год. Выделяют две категории метастатического рака предстоятельной железы, вы хорошо знаете. Это рак, как мы говорим, денова, когда метастазы выявляются одновременно с установлением самого диагноза рак предстоятельной железы, и метастатический рак у пациентов, возникающий уже после проведенного лечения локализованного или местно распространенного заболевания, когда метастазы появляются в течение развития заболевания, Почему это важно? Это важно разделять этих пациентов на эти две категории, поскольку прогноз этих пациентов отличается. Нашей задачей, основной задачей у пациентов с метастатическим гормоночувствительным раком предстоятельной железы создать условия для наиболее медленного перехода заболевания в кастрационно-рефрактерную форму. Почему это важно? Потому что как только гормоночувствительный рак переходит в кастрационно-рефрактерный рак предстоятельной железы, судьба наших пациентов и прогноз существенно ухудшается. Вы видите, что ежегодная смертность от любых причин сразу увеличивается с 16% до 56%, а пятилетняя выживаемость снижается до 15%, если заболевание переходит в кастрационно-рефрактерную форму. Поэтому мы должны как можно дольше удерживать наших пациентов на стадии гормонально-чувствительного рака предстоятельной железы, поскольку это позволяет нам более эффективно их лечить. В группе пациентов с метастатическим гормоночувствительным раком предстоятельной железы на сегодняшний день мы выделяем подгруппы. Мы сертифицируем, выделяем отдельные подгруппы больных. Это больные с малой и высокой метастатической нагрузкой. И похожая классификация – это заболевания высокого риска прогрессии и низкого риска прогрессии. Понятно, что пациенты с высокой метастатической нагрузкой и высоким риском прогрессии владают худшим прогнозом, а пациенты с малой метастатической нагрузкой и низким риском владают значительно лучшим прогнозом. Эта классификация пришла из исследований, где изучались различные комбинации при лечении метастатического гормона чувствительного рака предстоятельной железы. Исследование ЧАРТ разделяло больных пациентов с большим объемом и малым объемом метастатической нагрузкой, которая определялась как наличие четырех и более метастазов или наличие висцеральных метастазов. Понятие высокого риска прогрессии, оно похоже, здесь учитываются три признака, и пациент должен иметь как минимум два из трех. Это наличие трех и более костных метастазов, наличие висцеральных метастазов, и третий признак – это сумма по шкале глиссона 8 и выше. Вот такие две классификации близкие, но они немного отличаются. Они нам важны потому, как я уже сказал, что вы видите, что прогноз пациентов метастатическим гормоночувствительным раком существенно отличается. У пациентов с малым объемом метастазов и пациентов с большим объемом метастазов медианной выживаемости может отличаться более чем в два раза у этих пациентов. На сегодняшний день вопросы диагностики метастатического гормоночувствительного рака хорошо разработаны. В нашем распоряжении есть такие методы, как магнитно-резонансная, компьютерная томография, грудной клетки, брюшной полости, малого таза, остеосцентография, стихнеция, которая является основным методом диагностики костных метастазов, но все больше приобретает значение использования позитронно-эмиссионной томографии трейсером, который специфически накапливается в предстательной железе и в метастазах рака предстательной железы. Поэтому мы должны использовать всевозможные методы и при необходимости использовать ПСМА, ПТКТ, тогда особенно когда у пациентов имеются низкие значения ПСА, более агрессивные, низкодифференцированные формы. Ключевой целью терапии пациентов с метастатическим гормоночувствительным раком является, конечно же, увеличение общей выживаемости пациентов, замедление прогрессирования, как я уже сказал, до развития конституционно-рефракторного рака предстательной железы, потому что эти пациенты хуже поддаются лечению, у них уже чаще имеются клинические проявления заболевания, и, конечно же, именно эти больные – это основная проблема для онкологов. И, конечно же, помимо лечения мы должны сохранять высокое качество жизни пациентов, потому что если пациенты будут получать длительное лечение, то крайне необходимо, чтобы во время этого лечения качество жизни больных не ухудшалось. На сегодняшний день стандартом лечения пациентов с метастатическим гормоночувствительным раком является использование различных комбинаций, целый ряд исследований, вы их прекрасно знаете, исследования Стампид, Чартед, Латитюд, Арчис, Энзомед, Титан показало преимущество комбинированной терапии у пациентов с метастатическим гормоночувствительным раком, но не успели мы привыкнуть к тому, что мы должны использовать комбинированное лечение практически у всех пациентов с гормоночувствительным метастатическим раком предстоятельной железы, как уже парадигма, как мы говорим, меняется, и в нашем распоряжении появляются тройные комбинации, поскольку несколько исследований показало преимущество тройных комбинаций. Сегодня мы говорим в основном об исследовании АРАСЕНС, это комбинация ДАРА-ЛУТАМИДА с андроген-депрессионной терапией и ДОЦИТАКСЕЛА. Вы прекрасно знаете механизм действия ДОЦИТАКСЕЛА, ДОЦИТАКСЕЛА-ТОКСАН, который предотвращает деполиверизацию микротрубочек, нарушает прогрессирование метатического цикла, приводит к его остановке. И на сегодняшний день, согласно рекомендациям АОР, ДОЦИТАКСЕЛА показан пациентам с метастатическим гормоночувствительным раком предстоятельной железы в комбинации с андроген-депрессионной терапией, стандартной дозировки 75 мг на квадратный метр с введением каждые 3 недели 6 циклов, что отражено также в рекомендациях других профессиональных ассоциаций, в том числе Европейская ассоциация урологов, МССН и многих других. Давайте посмотрим два исследования, которые служили основой для того, чтобы включить ДОЦИТАКСЕЛ в комбинации с андроген-депрессионной терапией, стандарт лечения пациентов с метастатическим гормоночувствительным раком. Это два основных исследования, это чарты тестомпит, рандомизированные исследования, третьи фазы, где ДОЦИТАКСЕЛ применялся у пациентов с гормоночувствительным раком в комбинации с андроген-депрессионной терапией. Исследования немного отличались друг от друга по характеристике пациентов, по объему метастатического поражения, который был у пациентов в том и в другом исследовании. Но и исследования Чартед, и исследования СтамПИД достоверно продемонстрировали преимущество общей выживаемости у пациентов, которые получали комбинированную терапию по сравнению с пациентами, которые получали монотерапию, андроген-депрессионную, обычную терапию аналогами ЛГРГ. Но, как вы видите, в исследовании Чартед было четко показано, что преимущество отмечается у пациентов, обладающих большим объемом метастатического поражения. По критериям Чартед это наличие как минимум четырех костных метастазов, один должен быть вне осевого скелета, или наличие висцеральных метастазов. Видите, что пациенты с малым объемом метастатической нагрузки не получали достоверного преимущества от комбинации. В исследовании СтамПИД мы также видим достоверное увеличение как выживаемости без прогрессирования, так и увеличение выживаемости общей, выживаемости без прогрессирования, биохимического, и улучшение без метастатической выживаемости у пациентов, которые получали комбинацию. Понятно, что доцитоксел, будучи цитостатиком, вызывает ряд нежелательных явлений, которые можно разделить на возникающие острые, возникающие в краткосрочном периоде в течение 6 месяцев и потенциально отсроченные нежелательные явления. Но острые возникающие явления – это в основном, конечно же, реакции гиперчувствительности, кожные реакции, возникающие в краткосрочном периоде в течение лечения. Это в основном милотоксичность, нейротоксичность, доцитоксела, которая является дозалимитирующим нежелательным побочным явлением. Ну и потенциально отсроченные различные возможные мукозиты, токсическое воздействие на ногти, астения, миалгия и периферическая нейропатия, которая может сохраняться после окончания лечения. Тем не менее, несмотря на эти нежелательные явления, мы прекрасно умеем со многими этими нежелательными явлениями бороться, знаем, какие пациенты находятся в зоне риска в отношении, например, возникновения милосупрессии, можем применять колоннестимулирующие факторы как профилактику возникновения этих нежелательных явлений. Поэтому доцитоксела – это первый препарат, с которым мы эффективно работали у пациентов с кастрационно-рефрактивным раком и хорошо его изучили и знаем. Даралутамид – это антиандроген нового поколения с очень высоким аффинитетом к андрогеновым рецепторам. Он обладает тройным действием, связываясь с андрогеновым рецептором. Он блокирует рецептор, также блокирует ядерную транслокацию комплекса в ядро клетки, что предотвращает рост и стимулирует апоптоз в опухолевой клетке ракопредставительной железы. Кроме того, даралутамид имеет очень ограниченный потенциал межлекарственной взаимодействия, что позволяет его безопасно использовать в данном случае с доцитокселом. В доклинических моделях было продемонстрировано, что даралутамид может усиливать индуцированный токсаном клеточный апоптоз. Ингибитор андрогенового рецептора подавляет транслокацию в ядро и препятствуя рост, то есть стимулируя апоптоз в опухолевых клеток, потенцирует действие токсанов и эффект получается двойной. Поэтому вот эта комбинация токсан-андроген нового поколения даралутамид является патогенетически обоснованной. На сегодняшний день тройная комбинация, вы о ней сегодня подробно услышите от моих сопредставителей, комбинация внесена в рекомендации уже Российской Ассоциации Онкологов России. Пока что это драфт клинических рекомендаций, но я думаю, что он будет в ближайшее время уже принят. Эта комбинация уже внесена в рекомендации Российского Общества Медицинских Онкологов Русска. И, конечно же, эта рекомендация есть в обновленных версиях клинических рекомендаций НССН, Европейской Ассоциации Онкологов, ЭСМА и других профессиональных ассоциаций. Ну, поскольку мы говорим о метастатическом раке, я сказал, что, наверное, процентов 30 пациентов, это пациенты с метастатическим гормоночувствительным раком в российской популяции. И вот один из вопросов для обсуждения моим коллегам, какой процент пациентов на момент постановки диагноза имеет изначально метастатическую стадию ракопредставительной железы, которую я адресую Борису Яковлевичу вам и Алексею Сергеевичу вам. Сергей Борисович, во-первых, спасибо за очень интересный доклад, который как раз показал вот такие патогенетические основы этой комбинированной, тройной комбинации. Ну, а отвечая на ваш вопрос, я должен согласиться с вами, что действительно доля больных с первично выявленным метастатическим процессом, к сожалению, несколько увеличилась в пандемии, с 18-19 до 22%, к сожалению, в прошлом году, в 21 году, извините. Будем надеяться, что она будет уменьшаться, когда все-таки доступность ранней диагностики вернется к тому уровню, который она была до эпидемии, коронавирусной инфекции. Сколько больных с рецидивным метастатическим процессом? Конечно, мы не знаем, такой статистики нет. А сколько пациентов с большим объемом метастатического поражения, с большой кривой нагрузкой, по вашему ощущению, сколько таких больных? К сожалению, их не меньше, Алексей Сергеевич скажет свое мнение, не меньше 30-40%. Алексей Сергеевич, я тоже хотел сказать, что действительно доля больных с метастатическим раком, она увеличилась, по моему мнению, около 25% сейчас пациентов среди первичных. А если говорить про большой объем, то мне кажется, вот в моей рутинной практике это почти 50% больных. Но мы должны говорить о том, что я работаю в федеральном учреждении, и, конечно, до нас доходят пациенты, вот не весь пул больных, как у популяции, поэтому часто больные заведомо больше нагрузкой, чем, может быть, в клинической практике обычного уролога. Как Вы подходите к выбору терапии у пациентов с большой и с малой опухолевой нагрузкой? Ну, согласно клиническим рекомендациям, У больных с малой опухолевой нагрузкой мы можем применить в том числе и метод комбинации андрогенной депривации с лучевой терапией на предстоятельную железу. Мы, я знаю, и Вы тоже, Светл Борисович, активно используем такой метод, который пока не является стандартом и не входит рекомендации, как метастазно-направленная терапия. Но у больных с малой нагрузкой мы всегда стараемся при возможности облучить отдельные опухолевые очаги. И, конечно, у больных с малой нагрузкой мы также применяем комбинацию АДТ с антиандрогенами нового поколения, полутамидом и энзолутамидом. У больных с большой нагрузкой до появления тройной комбинации мы обычно так дифференцировали между АДТ плюс доцитоксел, АДТ плюс антиандрогены нового поколения, но чаще всего в зависимости от наличия или отсутствия болевого синдрома. Спасибо большое. И я с удовольствием передаю слово Алексею Сергеевичу. Спасибо, Светл Борисович. Так, уважаемые коллеги, я хотел бы продолжить и как раз-таки обсудить вопрос, почему некоторым из пациентов нужен особый подход к терапии. Да, действительно, Светл Борисович уверенно продемонстрировал нам, что согласно стандартам мы должны проводить нашим пациентам комбинированное лечение. Конечно же, в большинстве случаев мы говорим о том, что наши пациенты получают комбинацию АДТ плюс современные ингибиторы андрогеновых рецепторов. Согласно существующим рекомендациям, мы можем в Российской Федерации использовать два из препаратов. Это препарат Аполутамид и Энзоутамид. Пациентам с большой опухолевой массой, с большой опухолевой нагрузкой, одна из опций, которая может быть рекомендована, которая приводит к увеличению выживаемости, это андрогенно-депрессионная терапия с доцитокселом. Да, несомненно, в настоящее время идут исследования, и уже есть данные по некоторым из них, где комбинация АДТ плюс доцитоксел и ингибиторы андрогеновых рецепторов, в частности Даруутамид, привела к гораздо лучшим результатам по эффективности и по выживаемости. И, соответственно, в настоящее время уже одобрена комбинация АДТ плюс доцитоксел и Даруутамид, находится в проекте рекомендаций, которые, будем надеяться, в ближайшее время будут одобрены. Но также мы видели исследования, в которых изучалась такая комбинация тройная, как АДТ плюс доцитоксел и абиратерон с преднизолоном. Она в Российской Федерации не одобрена, и также как не одобрена двойная комбинация АДТ плюс абиратерон. Говоря о особых группах пациентов, конечно, с малым объемом в некоторых случаях можно применять лучевую терапию, но, скажу честно, в моей рутинной практике таких пациентов почти нет. И, конечно же, рутинная практика, она несколько отличается от тех исследований, в которых были продемонстрированы прекрасные результаты. Конечно, критерии селекции на те или иные варианты препаратов, они уже существуют, и они абсолютно точно нам давно известны и ясны. В общем-то, мы выделяем две группы критериев. Это так называемые опухоль ассоциированные, к ним относят сумму баллов по глисону, объем опухолевого поражения, конечно же, наличие симптоматики и наличие осложнений опухолевого процесса. Также мы можем в выборе тактики лечения и основываться на данных пациент-ассоциированных на критериях. В частности, это коморбидность, это, соответственно, мы должны понимать, какая у пациента есть сопутствующая патология, которая может пересекаться с нежелательными явлениями проводимого лечения. В частности, для химиотерапии это снижение функций костного мозга, либо снижение фракции выброса левого желудочка. Для, например, препарата абиратерон это гиперминералокартицизм, а также некомпенсированный сахарный диабет и другие заболевания. Для антиандрогена второго поколения в некоторых случаях это субкомпенсированные неврологические нарушения. Конечно же, та терапия, которую получают наши пациенты, она тоже может пересекаться по профилю нежелательных явлений с предполагаемым лечением метастатического рака предстательной железы. Ну и кроме того, мы должны не забывать о том, что пациенты – это прежде всего социально активные люди, которые живут и у них есть свой стиль жизни. И зачастую мы должны учитывать и эти факторы, в том числе при назначении того или иного варианта лечения. Ну и кроме того, конечно, ожидаемая продолжительность жизни – это тоже фактор, который может быть учтен при выборе терапии. Но как же обстоят дела при выборе вариантов лечения на практике? Да, к сожалению, действительно мы видим, что в рутинной практике многие из этих факторов не учитываются. И чаще всего учитывают только один фактор – это объем опухолевого поражения. Для того, чтобы продемонстрировать, как сильно влияют и другие факторы, я хотел бы осветить вам три клинических примера. Первый пример – это пациент, которому 62 года, он обратился с болями в костях, и ему был установлен рак предстательной железы четвертой стадии – Т3Б, М1, М1. Были выявлены метастазы в тазовых лимфатических узлах, забрюшинных, медиасинальных лимфатических узлах и, соответственно, множественные метастазы в костях скелета. Инициальный ПСА составил 836 нг на мл, и при гистологической верификации действительно установили аденокарциномы предстательной железы, низкодифференцированную, 8 баллов по глисону. Других сопутствующих заболеваний у пациента нет, он относительно молодой, 62 года. И вот что мы будем принимать в нашей утиной практике во внимание. Наличие симптомов – то, что это первичный метастатический гормоночувствительный рак, или же то, что это низкодифференцированная форма рака предстательной железы. Может быть, мы будем выбирать только на основании объема метастатического поражения. Вот данному пациенту была назначена андрогенодепрессионная терапия в комбинации с доцитокселом. Действительно, это одна из опций, которые входят в рекомендации, и российские, и иностранные. Но что же мы увидели? Да, пациент ответил на терапию. У него снизился ПСА до 750 всего на 10% уже после первого цикла. Был зарегистрирован кастрационный уровень тестостерона, и мы увидели стабилизацию опухолевого процесса. Кроме того, наблюдалось снижение интенсивности боли. Но у пациента были зарегистрированы нежелательные явления, которые характерны для химиотерапии доцитокселом. Это нейтропения второй степени тяжести, это анемия второй степени тяжести и тромбоцитопения первой степени тяжести. А самое главное, на химиотерапии мы получили ответ, но какова же длительность его? А длительность у этого больного была очень короткой, всего лишь 2,5 месяца, и мы снова увидели рост ПСА до 1000 мг на мл. Снова появились новые очаги в костях, увеличились медистенальные лимфатические узлы, и пациент был переведен уже на химиотерапию к абазотокселу, который получает в настоящее время. Конечно, данный вариант лечения пациенту был оправдан, и он соответствует рекомендациям, но похоже, что для данного пациента эта опция была не совсем правильной, и возможно, здесь нужна интенсификация лечения. Второй пациент, это пациент уже старше 72 лет, он обратился с жалобой на интенсивную боль в промежности, в пояснице, гематерию, слабости, лихорадку. И из анамнеза известно, что у данного больного есть также другие злокачественные опухоли, у него установлен диагноз метахронного множественного злокачественного опухолевого процесса. Мы с вами видим, что в анамнезе у него 16 лет назад был установлен диагноз рак мочевого пузыря первой стадии, это была опухоль low-grade, и достаточно было проведения тура и мудропузырной химиотерапии, в настоящее время у него ремиссия. Кроме того, у него был ранее рак нисходящего ободочной кишки третьей стадии, ПТ-3Е0М0, гемикологтомия слева, и в настоящее время 11 лет он находится в состоянии ремиссии. И обратился он к урологам, конечно же, с диагнозом рак предстательной железы четвертой стадии, видите, распространенный опухоль с врастанием прямую кишку и мочевой пузырь Т4Н1М0, при этом глисон 10 баллов. Данного пациента ввели по, очевидно, одной из программ исследовательских, и он получил химио-гормональную терапию, андроген-депрессионную 4 курса доцитоксела, был зарегистрирован частичный радиологический ответ, и пациенту выполнили дальнейшую лучевую терапию с гормональным мести, с полным биохимическим и частичным радиологическим ответом. Однако уже через 26 месяцев у пациента было выявлено прогрессирование дальнейшее, верифицирована местная прогрессия, и появились 3 очага в костях скелета. При этом ПСА у него 1,3 нанограмм на миллилитр. Кроме того, у пациента имелись осложнения опухолевого процесса, такие как распад первичной опухоли, имелся блок обоих усив мочеточников и двусторонний вретерогидронефроз. Вот такой очень интересный пациент, здесь как раз категрамма, видите распространенный опухолевый процесс, и вот что у этого пациента мы должны принять при выборе тактики лечения, какие из симптомов, какие из критериев. Да, у него есть симптомы, которые связаны с проявлением и инфекционного процесса локального, также есть осложнения опухолевого процесса, но при этом у него малая метастатическая нагрузка, но большой местный распространенный процесс. Конечно, он ранее получал химиотерапию ДОСТАКСЛ, он продемонстрировал частичный ответ и достаточно неплохую эффективность для этого пациента. Или может быть у больного есть какие-то наследственные синдромы, раз у него есть 3 уже зарегистрированных опухолевых процесса. Вот что мы должны принять во внимание у этого пациента. Конечно, перед назначением лечения ему выполнили коррекцию симптомов, была установлена двусторонняя нефростомия, проведена антиградная уротериал-пиелография, проведено было эндоскопическое исследование, ректороманоскопия, цистоскопия для того, чтобы исключить наличие свечевых ходов и сообщающихся с прямой кишкой либо мочевым пузырём. Да, проведена антибактериальная терапия, гемостатическая, и в общем-то пациент консультирован генетиком, ожидаются результаты его статуса. При этом он начал лечение терапией андроген-депрессионной антагонистами ЛГРГ плюс ДОЦИТАКСЛ. В принципе, он ответил на лечение уже через 2 цикла, у него есть клиническое улучшение, нет клинических лабораторных признаков инфекции, а также снизился интенсивный болевой синдром. Однако у пациента сохранялась гематурия, у него была проведена транссультуральная коагуляция для того, чтобы снизить проявление болезни. Конечно же, тактика лечения этого пациента, она в общем-то тоже соответствует рекомендациям, но мы сами видим, что эта терапия не приводила к быстрому разрешению, и возможно в этом случае тоже терапия должна была быть приведена другая, более интенсивная. И третий пациент – это уже возрастной пациент, пациенту 78 лет, у него есть симптомы, у него есть жалобы на боли в спине, затрудненное мочеспускание, лихорадка, и при диагностике выявлен рак предстательной железы тоже четвертой стадии, это сразу первичный процесс метастатический Т4Н1М1, множественные метастазы в тазовых забрюшинных внутригрудных лимфатических узлах, а также в костях скелета и в печени. При этом осложнение, которое у него присутствует, осложнение опухолевого процесса, это хронический пиол нефрит, это связано с затруднением мочеспускания на фоне массивного опухолевого процесса, а также патологический перелом пятого позвонка поясничного без компрессии спинного мозга. У пациента выявлен высокий уровень ПСА 1500 на грамм на миллилитр, и при гистологическом исследовании также подтвержден рак предстательной железы 8 баллов по глисону для накарцинома. Но, как я уже сказал, этот пациент более возрастной, 78 лет ему, и, конечно же, у него есть уже сопутствующая патология. В частности, у этого больного был атеросклероз аорты ее ветвей, ЭБС, постинфарктный кардиосклероз. 8 лет назад был выявлен острый инфаркт миокарда. Кроме того, у пациента 6 лет назад было острое нарушение мозгового кровообращения. В настоящее время неврологического дефицита нет. Но у пациента есть синдром Лериша, и также 6 лет назад у него была выполнена операция аортобедренного шунтирования. Кроме того, у пациента есть атериальная гипертензия, кризовое течение. Конечно же, такой пациент с наличием компрессионного перелома 5-го поясничного позвонка тоже должен нуждаться в тщательном подборе тактики и вариантов лечения. Что мы должны учесть в первую очередь? Симптомы, либо большую метастатическую нагрузку, наличие висцеральных метастазов или же риски перелома позвонка. Конечно, это варианты, которые могут быть использованы у данного пациента. Это варианты комбинированного лечения. И он получил современную комбинацию АДТ плюс ингибитор андрогеновых рецепторов нового поколения. Конечно, ему в процессе лечения скорректировали муртериопилокарикоэктазии. Была выполнена двухсторонняя нефростомия, цистостомия, проведена антибактериальной терапией. Он был проконсультирован онкоортопедами, и вы видите, что на момент обращения онкоортопедического лечения было не показано. Да, пациент получил лечение, но посмотрите, уже в течение первых четырех недель у него было две госпитализации по поводу неконтролируемой артериальной гипертензии четвертой степени тяжести. Это была антигипертензивная терапия, но она была без клинического эффекта, и в связи с этим пациенту проводились перерывы, а также редукция дозы ингибитора андрогеновых рецепторов. К сожалению, это привело к еще одному рецидиву артериальной гипертензии неконтролируемой, и, соответственно, пациенту было решено поменять ингибитор андрогеновых рецепторов один на другой. Однако это привело к другому нежелательному явлению четвертой степени тяжести, это острое нарушение мозгового хорообращения по геморрагическому типу. Конечно, все это привело к отмене препарата комбинации, и, в общем-то, лечение, которое получал наш пациент, оно было непродолжительным, всего лишь четыре месяца. При этом, да, действительно, мы увидели снижение уровня ПСА на 50%, с 1500 до 1800, ардиологическую стабилизацию, но клинический эффект, он был не очень хороший, потому что у пациента случилась компрессия спинного мозга на уровне пятого поясничного позвонка, что привело к нижней параплегии. И вот вопрос, как лечить этого пациента? Возможно, и в этом случае можно было применить более интенсивную терапию. Конечно, вопросы эти были заданы неспроста. Все дело в том, что, конечно, мы уже давно говорим о том, что некоторые из наших пациентов нуждаются в интенсификации первой линии лечения гормонально-чувствительного метастатического рака предстательной железы. Я думаю, что некоторые из нас проводили такую интенсификацию off-label, но в настоящее время в арсенале конкурологов появилась новая опция, и я надеюсь, в ближайшее время мы начнем этой опцией значительно чаще ее использовать. Как же выбирать пациентов? Ну, я думаю, что это могут быть как раз те самые больные с низкодифференцированными формами опухоли, пациенты симптомные, пациенты с большой опухолевой массой, и те пациенты, где есть риски осложнения опухолевого процесса. И я, конечно, хотел бы тоже задать вопросы, Сел Борисович, вам и, Борисович, вам. Как же нам ориентироваться? Какие мы должны в настоящее время использовать критерии для того, чтобы наши пациенты получали сразу высокоэффективное лечение и получали пользу с первых месяцев лечения? Спасибо за внимание. Алексей Сергеевич, спасибо большое. Вопросы вы выбрали. Я хотел бы посчитать только первых два. Какие опухоли ассоциированы, факторы и пациенты ассоциированы. Ну, конечно, вы, в общем-то, на них ответили. Действительно, это объём поражения, безусловно, риск, и Сел Борисович об этом тоже говорил, томатика, связанная с болезнью. Это, безусловно, основные факторы, которые требуют интенсификации лечения и выбора более такой вот схемы, в частности, тройной комбинации. Что касается пациентов ассоциированы факторы, мне понравилось ваше выражение «стиль жизни». Я вот задумался, какой стиль жизни может помешать назначить тройную комбинацию пациентов. Наверное, это если какой-нибудь активно гастролирующий артист, может быть, или музыкант. Ну, даже в пожилом возрасте бывают такие, которые часто ездят, и не успеешь провести химиотерапию. Может быть, вот только такие пациенты. Стиль жизни очень важен, Борисович. Особенно если говорить про другие варианты лечения. Попадались пациенты, которые были пианистами на таргетной терапии. Ну, а это уже рак почки приходит. Я с вами согласен. Вот все примеры, которые Алексей Сергеевич приводил, это местно распространенный вариант с вовлечением прямой кишки, с блоком узких мочеточников, огромное поражение в тазу. Я считаю, что это тоже пациент, который требует интенсификации терапии, так же, как и пациенты с большим объемом метастатической нагрузки. Поэтому вот все пациенты в группе высокого риска быстрой прогрессии, симптомные пациенты, на мой взгляд, требуют интенсификации первой линии терапии. Спасибо. Вот тут вопрос вам, Алексей Сергеевич, задали в чате. Я не поняла, как быстро развелись нежелательные явления у пациента. Вы за 4 месяца сменили несколько линий терапии. Как быстро у пациента развелся ОНМК? Ну, острое нарушение мозгового кровообращения и другие осложнения. У этого пациента сначала был один препарат-ингибитор адрогеновых рецепторов, и там было две госпитализации, связанных с неконтролируемой артериальной гипертензией. И при смене препарата-ингибитор андрогеновых рецепторов, он получил уже очередной, ну, очевидно, очередной эпизод неконтролируемой гипертензии, который привел к острому нарушению мозгового кровообращения. И вот эта смена была всего лишь 4 месяца. Но она была связана не с прогрессией, а с плохой переносимостью, индивидуальной переносимостью пациентам этой терапии. Разрешите мне тогда, собственно говоря, познакомить вас с результатами исследования, на основании которого вот эта тройная комбинация АДТ-даролутамид-доцитокселы была зарегистрирована и вошла во все, как вы видели, рекомендации в проект наших национальных российских рекомендаций. Это исследование АРАСЕНС. Это крупное многоцентровое исследование третьей фазы, в которое включались пациенты с метастатическим гормоночувствительным раком предстоятельной железы. Вы видите, сколько стран участвовали, практически все континенты. И вот вы видите, в России центры, которые участвовали в исследовании АРАСЕНС, рандомизировали 91 пациента. По количеству больных мы уступили только Соединенным Штатам, Японии и Китаю. На четвертом месте в мире по набору пациентов. Так что уже в процессе исследования мы приобрели, российские онкоурологи, медицинские онкологи, уже неплохой опыт применения этой комбинации. Итак, включали в это исследование, вы видите, было рандомизировано 1305 пациентов, больных с гормоночувствительным метастатическим раком предстоятельной железы. То есть это были пациенты, которые еще не получили андроген-депривационную терапию. Вернее, критерием выключения было, что они могли ее начать получать, но не более трех месяцев. Стартифицировали больных по локализации метастазов, как вы видите, и по уровню щелочной фосфатазы до начала лечения. И андромизировали на две группы. Основная исследовательская группа – это тройная комбинация. ДТ, ДОТ, СТЕКСЛ, стандартные 6 курсов, стандартные дозировки, и ДАРОЛУТОМИД с самого начала лечения. Лечение тоже в стандартной дозировке, 600 мг в два раза в сутки. Но я имею в виду стандартную, потому что мы с вами уже несколько лет используем этот препарат, НУБЕКО, для лечения не метастатического кастрационно-резистентного рака предстоятельной железы. И группа сравнения получала, поскольку это было двойное слепое плацебо-контролируемое исследование, получала ДТ, ДОТ, СТЕКСЛ и плацебо. Первичной конечной точкой данного протокола была оценка общей выживаемости больных, а вторичных было достаточно много. Они очень стандартные для протоколов, изучающих варианты лечения больных раком предстоятельной железы. Это время для развития кастрационной резистентности, время для прогрессирования боли, время до симптоматических скелетных осложнений, до первой противоопухолевой терапии, ухудшения физических симптомов и, конечно, безопасность, частота нежелательных явлений, степень выраженности, нежелательных явлений анализировались. Критериями включения были, естественно, морфологическая верификация процесса, наличие метастазов, это могут быть первично выявленные раком под рецидивным, наличие метастазов было обязательно. Это должны были быть пациенты, которые могли быть кандидатами на терапию ДОТ-СТЕКСЛ, ну, естественно, андроген депривационный, но я думаю, андроген депривационный могут выдержать 99%, но ДОТ-СТЕКСЛ тоже не все, поэтому это было критерием включения. Как я уже сказал, в течение трех месяцев допускалось, что эти больные уже получают андроген депривационную терапию. Естественно, критериями исключения было наличие в анамнезе уже терапии ингибиторами андрогеновых рецепторов, такими как энзоутамид, апоутамид, ингибиторами синтеза тестостерона, и проведение химиотерапии. Ну, естественно, сопутствующие заболевания в стадии декомпенсации или какие-то острые заболевания типа инфарктов, сультов и так далее. Что касается характеристики больных, она была достаточно типичная для вот этой популяции пациентов гормоночувствительным метастатическим раком предстоятельной железы, среднего возраста, видите, 67 лет. Не было никаких различий в группах по статусу соматическому, по расовым особенностям и по тому, в каком регионе были больные включены в исследование. Как видите, подавляющая доля больных около 78% имели низкодифференцированные опухоли с грейдом 8 и более по глиссену. Опять же, 85-86% пациентов имели первично выявленный метастатический процесс и только лишь около 12,5-13% имели рецидивный метастатический рак предстоятельной железы. По локализации метастатического процесса, конечно, абсолютно подавляющее большинство больных, около 80%, имели поражение скелета. Вы видите, очень маленькая доля больных, 2,5-3,5% имели только лимфогенные метастазы, потому что вы понимаете, что при только поражении лимфатических узлов имя терапии с акселом, конечно, как правило, не проводится. Ну и у 17-18% пациентов имелись висцеральные метастазы. Средний уровень ПСА на момент включения пациентов, которые, как я уже сказал, могли начать до этого андроген-депривационную терапию, был около 30 нанограмм на миллилитр, и уровень ПСА, извините, щелочной фосфатазы, чуть больше, у 50% был выше верхней границы нормы, и у остальных меньше верхней границы нормы. Ну и вот вы видите кривые выживаемости, общие выживаемости больных, кривые Каплана-Майера, говорят сами за себя. Тройная комбинация ДТ, дарулатамид, доцитоксел, привела к существенному, абсолютно статистически достоверному, и, как вы видите, клинически очень выраженному увеличению продолжительности жизни пациентов, рандомизированных в это исследование. Как мы с вами видим, медиана в группе больных, которые получали тройную комбинацию, еще не достигнута на момент анализа данных. Медиана в группе АДТ плюс доцитоксел плюс плацебо очень неплохая, 49 месяцев, то есть 4 года, но для этой тяжелой группы больных, я считаю, очень неплохие показатели. Но какая будет медиана, она явно будет, как видите, по графику больше 5 лет в группе тройной комбинации, мы пока не знаем, но уже мы видим снижение риска смерти, относительного риска смерти при добавлении дарулатамиды к вот этой двойной комбинации ДТ плюс доцитоксел на 32% по сравнению с двойной комбинацией. Четырехлетняя выживаемость в процентах, если мы посмотрим, была на 13% лучше в группе пациентов, которая получила тройную комбинацию с дарулатамидом. При подгрупповом анализе, как вы видите на этом форест-плоте, видно, что дарулатамид комбинации с ДТ и доцитокселом давал преимущество перед двойной комбинацией АДТ с химиотерапией практически во всех подгруппах, ну, из-за исключения тех подгрупп, где было просто небольшое число пациентов, но мы с вами видим, что у больных с костными метастазами однозначное преимущество, ну, у больных с лимфогенными метастазами это было мало больных, поэтому из-за этого статистически достоверных различий, может быть, и не было. У больных, у которых щелочная фосфатаза была выше верхней границы нормы и ниже, у больных разных возрастов, разных расовой принадлежностей, включенных в разных странах, с различным исходным уровнем ПСА, опять же, с глиссоном меньше 8 и низкодифференцированными опухолями, везде, как вы видите, с первичным и с рецептивным метастазическим процессом, как вы видите, везде тройная комбинация с включением доролутамиды давала преимущество перед двойной комбинацией АДТ плюс доцитоксел. Вот на этих графиках вы можете наглядно видеть, что как у больных с первичным выявленным метастазическим процессом, таких больных, я уже говорил, было абсолютное большинство, 86%, так и у больных с рецидивным метастатическим гормоночувствительным раком, который срецидивировали после ранее проведенного местного лечения простатоктамида лучевой терапии, мы с вами видим, тройная комбинация с доролутамидом давала достоверное преимущество по выживаемости, но особенно у больных с первичным выявленным процессом. В этом году на конгрессе ASCAGU были представлены результаты постфок-анализа по подгруппам больных в зависимости от объема метастатического поражения. И вот вы видите, что на левом графике у больных с большим объемом метастатического поражения различия имеются абсолютно статистически достоверные, выраженные в этой подгруппе больных комбинация на 31% снижала риск смерти по сравнению с комбинацией АДТ плюс только химиотерапия с токселом. У больных с малым объемом существенных различий, как вы видите, статистически достоверных не было, но здесь медианы еще не достигнуты ни в одной подгруппе, даже в группе двойной комбинации. Но вот видите, с увеличением периода наблюдения все-таки имеется расхождение кривых, но пока нет достоверных, как вы видите, доверительные интервалы, включая единицу, достоверных статистические различия по общей выживаемости в группе больных с малым объемом метастатического поражения. И вот всегда, когда мы проводим интенсификацию лечения, возникает вопрос, на ранних стадиях, не назначая ли вот такую мощную тройную комбинацию, не уменьшаем ли мы таким образом наши возможности для лечения пациентов, когда они прогрессируют. Если они прогрессируют, вот на уже стадии кастрационно-резистентного метастатического процесса. И вот посмотрите, очень интересные данные по тому, какую противоопухолевую терапию, которая ведет к увеличению продолжительности жизни, продлевающую жизнь, противоопухолевую терапию, пациенты получили в этих двух группах. Посмотрите, даже вот если мы посмотрим на абиротерон и энзолутамид, ну казалось бы, да, не очень может быть логично после даролутамида, абиротерон или энзолутамид, но значительно все равно, вы видите, 35% в группе тройной комбинации получили абиротерон, 15% энзолутамид, конечно, несколько больше, но я бы сказал, не намного больше, там на 11-12% эти препараты получили пациенты, которые получали двойную комбинацию АДТ плюс доцитоксел. А если мы посмотрим на другие препараты, это Кабазитоксел, это РАДИ, это РАД Челлендж доцитоксела, то есть возврат доцитокселу при развитии кастрационной резистентности, здесь цифры практически одинаковые. Таким образом, мы видим, что даже после вот такой интенсивной апфронт комбинации тройной, мы имеем возможности, имеем очень хорошие резервы в виде вот нескольких линий терапии, которые влияют на продолжительность жизни при развитии кастрационной резистентности, то есть мы не ухудшаем наши возможности для последующей терапии при прогрессировании опухолевого процесса. А вот прогрессирование, как видите на этом слайде, тройная комбинация с включением доролутамида существенно, конечно, отодвигает, увеличивает время до развития прогрессирования. Мы с вами видим, что риск развития кастрационной резистентности метастатического процесса у больных, которые были рандомизированы на терапию АДТ плюс доролутамид плюс доцитоксел, снижался на 64% по сравнению с теми больными, которые получали двойную комбинацию с доцитокселом. Опять же, выживаемость до развития кастрационной резистентности, как вы видите на этих графиках, она достоверно улучшалась и у больных с большим объемом, и у больных с малым объемом метастатического поражения. Практически все вторичные точки этого исследования тоже были достигнуты, как мы с вами видим, помимо времени до развития кастрационной резистентности рака предстательной железы тройная комбинация, включающая доролутамид, увеличила время до прогрессирования боли, выживаемость без симптоматических скелетных осложнений, время до первого серьезного скелетного осложнения, время до начала последующей системной противоопухолевой терапии. Ну и, конечно, одним из тоже очень важных вопросов, который всегда встает перед нами, когда мы интенсифицируем наше лечение, не ухудшится ли переносимость, не ухудшится ли качество жизни наших больных. И когда мы говорим о нежелательных явлениях, конечно, всегда необходимо учитывать период экспозиции, период, который мы назначаем, который больные принимают исследуемый препарат. И посмотрите, среднее время медиана назначения доролутамида составило 41 месяц. 3,5 года практически пациенты, рандомизированные в группу тройной комбинации, получали нубеку. И плацебо они получали, как видите, меньше полутора лет, 16,7 месяцев в группе сравнения. И при этом, если мы посмотрим на частоту нежелательных явлений, она была практически сопоставима. Нас больше всего, конечно, интересует 3-4 степень нежелательных явлений, 3-4 степень токсичности. И посмотрите, 3% разница, даже меньше 3, 2,3% разница в частоте нежелательных явлений 3 степени между тройной комбинацией с доролутамидом и двойной комбинацией. 4 степень – одинаковая частота нежелательных явлений. Летальные исходы, которые можно было так или иначе связать, вы всегда знаете, что это всегда непросто, с терапией одинаковая абсолютно частота. Серьезные нежелательные явления, то есть те, которые требуют госпитализации больных, различия минимальные. То есть добавление доролутамида к комбинации АДТ с химиотерапией не увеличивало практически токсичность, тяжелую степень нежелательных явлений. И частота отмены доролутамида и плацебо была разница. Была всего лишь 3%. У 13,5% больных пришлось отменить доролутамид, у 10,5% пришлось отменить плацебо. И, конечно, в этой комбинации тройной основную токсичность, основную частоту нежелательных явлений, безусловно, обеспечивают вот эти 6 курсов ДОТ с такселой. Но вот те нежелательные явления, которые представляют особый интерес, которые можно связать с назначением доролутамида, вот они тут представлены. Мы с вами видим, что тоже мы практически различий не видим. Ни в кожной токсичности, ни в утомляемости, ни в артериальной гипертензии. Ну, небольшие совсем различия, конечно, есть, но они несущественные. Ни в падениях и так далее. Вы знаете, что доролутамид, благодаря свойствам своей молекулы, в отличие от других антиандрогенов нового поколения, значительно меньше проникает через гематоэнцефалический барьер. И поэтому вы видите значительно меньше вот этих нежелательных явлений, связанных с возможной нейротоксичностью препарата. И, как я уже сказал, основная токсичность этого варианта лечения, связанных с дотокселом, что очень хорошо видно на этом графике. Здесь показано время развития нежелательных явлений. Вы видите, что основные вот эти аллопеции, выпадения волос, нейтропиния, остыния, это в основном нежелательные явления, которые развивались в течение первых трёх месяцев. То есть, это тот период, без половины месяца, когда мы проводим 6 курсов дотоксела. Тоже, ну, чуть в меньшей степени это касается других нежелательных явлений, анемии, артерологии, периферических отёков. То есть, после окончания курса химиотерапии, мы видим резкое снижение частоты этих побочных эффектов. И, извините, даролутамид не влиял на проведение химиотерапии, на переносимость химиотерапии. Вы видите, что и в группе тройной комбинации даролутамиды, и в группе двойной, где было плацебо, одинаковый процент больных, даже несколько больше в группе тройной комбинации, смогли завершить все 6 курсов дотоксела, что говорит о том, что даролутамид не увеличивает токсичность химиотерапии. Таким образом, выводы исследования Аросенс. Это очень высокая эффективность тройной комбинации, которая, собственно, и привела к тому, что двойная комбинация ДТ плюс дотоксела, как показал Силварич, ушла из международных, я имею в виду европейских, американских клинических рекомендаций. Сегодня там только, если говорить о химиотерапии, это тройная комбинация с даролутамидом, ну и с другим еще препаратом, который у нас в России не зарегистрирован до этого показания. Вы видите, что риск смерти снижается на 31%. При этом, что очень важно, популяции больных с большим объемом метастатического поражения, с популяцией больных высокого риска прогрессирования, эти различия сохраняются, это преимущество тройной комбинации. Существенно увеличивает комбинация ДТ, дотоксела, даролутамид время до развития кастрационной резистентной стадии, метастатической кастрационной резистентной стадии. И при этом даролутамид не увеличивает практически токсичность лечения. Он очень неплохо переносится, он не приводит к увеличению токсичности до цитоксела. И после окончания курса химиотерапии, шести курсов, как видите, практически различий в частоте нежелательных явлений между группой даролутамид и плацебо мы не наблюдали. Качество жизни больных не ухудшается. Таким образом, вот такая высокая эффективность в сочетании с хорошей переносимостью и привела к тому, что это показание было зарегистрировано для препарата Нубека. И в Российской Федерации 24 марта в инструкцию внесено новое показание. Это метастатический гормоночувствительный рак в комбинации с АДТ и доцитокселом. Уважаемые коллеги, я благодарю за внимание. В конце я хотел бы задать Всеволоду Борисовичу и Алексею Сергеевичу несколько вопросов. Но я думаю, что первый вопрос, он риторический. Наверное, мы все дружно на него ответим, что результаты исследования Аросенс позволяют рекомендовать эту тройную комбинацию. Но вот все-таки профиль пациентов, кому эта комбинация в наибольшей степени подходит. Всеволод Борисович. Борисович, я думаю, что это прежде всего пациенты, так же, как и при назначении комбинации доцитоксела с андроген-депрессионной терапией, прежде всего это пациенты с большой метастатической нагрузкой, с выраженными симптомами, с низкодифференцированными местно распространенными опухолями, когда мы хотим получить максимальный ответ и максимально быстрый ответ. Спасибо большое, Алексей Сергеевич. Алексей Сергеевич, я поддерживаю. Тут добавить нечего. Конечно, это группа пациентов. Единственное, что, может быть, я хотел спросить вас о возрасте. Будем ли мы учитывать здесь как одна из характеристик, на которую мы должны... Ну, Алексей Сергеевич, возраст, вы понимаете, это относительно... Ну, то есть, биологический возраст не всегда является препятствием к назначению доцитоксела. Здесь основной вопрос – это пациенты, кому можно назначить доцитоксела. Вы знаете, что были исследования, которые показывали, что и больным старше 75 лет можно назначать доцитоксела. Поэтому здесь вот этим определяется, лимитировано. Спасибо. Но еще один вопрос – необходимо ли учитывать риски развития межлекарственных взаимодействий при выборе, ну, вот, видимо, тройной комбинации? Я думаю, конечно, это необходимо делать всегда. Потому что если говорить про терапию, которую получает пациент в качестве сопутствующих в лечении, то, конечно, это надо делать всегда. А в случае дарлутамид и доцитоксела здесь уже в исследовании все четко показано, что они не приводят эти два препарата к межлекарственным взаимодействиям и не ухудшают переносимость лечения. Самое главное – это. Ну, я бы еще добавил, что по сравнению с другими антиандрогенами нового поколения, у дарлутамиды наименьшее межлекарственное взаимодействие с такими статинами, с антикоагулянтами, с антигипертензивными препаратами, то есть с теми препаратами, которые наиболее часто употребляют наши пациенты. Так, коллеги, тут из чата пришли вопросы, сейчас я их озвучу. Можно ли менять энзолутамид на дарлутамид, если у пациента есть нежелательное явление? Всеволодович, как вы считаете? Ну, я, честно говоря, несколько раз менял в своей практике. Это редко было, но я менял энзолутамид на апалутамид. Дарлутамид тогда был недоступен у пациента с выраженными когнитивными расстройствами, но это редко, редко требуется. А следующий вопрос в дополнение, пишет автор. Дополнение к вопросу выше. В случае ограничения доступности к препарату, можно сделать замену? В доступности? Ну, если, например, вот закончился энзолутамид, можно на дарлутамид перейти в лечебное учреждение? Ну, если закончился, я думаю, что, конечно. Но вообще, в принципе, нужно лечить тем, чем вы начали, на мой взгляд, и не менять препарат, если не возникают нежелательные явления, если он продолжится. Я с вами согласен, да, абсолютно согласен. Ну и вот вопрос, а будет ли место двойной комбинации или только триплет? Двойной комбинации АДТ плюс антиандрогена второго поколения. Коллеги, здесь, конечно, да, эти комбинации никуда не уходят. Дело в том, что когда исследование Аросенс начиналось, не было еще результатов двух исследований, Титан и Арчис, которые показали, что высокую эффективность комбинации АДТ с аполутамидом и энзолутамидом. Поэтому здесь не было третьей ветви. Нам бы очень, конечно, хотелось, чтобы она была, но ее не было. Третья ветвь, я имею в виду АДТ плюс дарлутамид. Исследование Аросенсов. Если бы она была, все бы точки над «и» были расставлены. Но, как в нашей жизни часто бывает, может быть, это и к лучшему будет дополнительный интерес, исследовать эту проблему. Точки не расставлены, поэтому комбинация АДТ плюс антиандрогены второго поколения как стандарт сохраняется. К ней добавляется, как стандарт, тройная комбинация АДТ, ДОЦИТ-ХЛ и дарлутамид. Я сейчас говорю про рекомендации НЦСН, Европейского общества урологов и так далее. И, в общем-то, вот все. АДТ плюс ДОЦИТ-ХЛ в международных рекомендациях уже комбинация уходит. Коллеги, спасибо большое всем, кто участвовал. Алексей Сергеевич, спасибо большое за участие в этом вебинаре. Ну и я думаю, что вот этот новый метод комбинированного лечения, он, конечно, очень эффективный, интересный. И я думаю, он получит, как все новое, не так будет просто его внедрить в рутинную клиническую практику, ввиду различных сложностей, в том числе и наших стереотипов сложившихся. Но я думаю, со временем он войдет и будет очень широко распространенным методом лечения наших пациентов с метастатическим раком предстоятельной железы. Еще раз всем спасибо. Спасибо.